Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Приморцы, подавшие заявки на участие в программе «Тысяча дворов» совместно с архитекторами, обсуждают и разрабатывают проекты дворовых комплексов. Работы по благоустройству должны начаться уже с наступлением тепла и завершиться к осени. Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, в настоящее время инициативные группы жильцов вместе со специалистами муниципалитетов согласовывают наиболее интересные проекты благоустройства, которые будут реализованы в их дворах. Отметим, именно создание междворовых комплексов по индивидуальным проектам будет отдан приоритет при реализации программы «Тысяча дворов» в 2020 году. Такими комплексами смогут пользоваться жители сразу нескольких домов. Эти объекты должны стать украшением наших территорий. Однако создание их совсем не означает, что мы откажемся от ремонта дворов. Все те заявки, которые не попадут в программу этого года, перейдут на следующий и будут выполнены в приоритетном порядке, так как программа рассчитана на пять лет. «Наша цель – отремонтировать все придомовые территории», – обозначила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Зампред подчеркнула, что главным условием реализации программы остается выбор объектов самими жителями. Все вопросы благоустройства муниципалитеты должны отрабатывать в тесном контакте с людьми. Такая задача поставлена главам городов и районов. Все спорные и сложные моменты отрабатывать детально и быстро, не отмахиваться от проблем. Также ко всем работам необходимо приступать уже с наступлением тепла, не затягивать, чтобы к осени подавляющее число объектов уже были сданы, добавила Елена Пархоменко. Напомним, в 2020 году в программе «Тысяча дворов» участвует 87 муниципальных образований Приморья. На ее реализацию из краевого бюджета направлено 1,2 миллиарда рублей. Олег Кожемяка подчеркнул, что главам территории необходимо наладить контроль за проведением конкурсных процедур. Уже в первом квартале года необходимо провести аукционы по строительству площадок. Будем следить за ситуацией и спрашивать с глав, чтобы площадки были установлены вовремя, до 1 сентября, заявил Олег Кожемяка. Лейкоз крупного рогатого скота. Какую угрозу несет заболевание и как можно защитить себя от возможных негативных последствий употребления молока от неблагополучной коровы, нашей съемочной группе рассказала главный ветеринарный врач Дальнегорска Татьяна Жукова. Лейкоз крупного рогатого скота достаточно распространен на территории России. Это хроническая, инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Она сопровождается поражением органов кровотворной системы, появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, иногда опухолеобразным поражением органов и тканей организма. Возбудитель вирус малоустойчивый во внешней среде. Как таковой клиническую картину при том, когда животное заражено, мы не видим. Мы видим тогда, когда уже есть обострение последней стадии надного заболевания. Напомню, что исследуем мы каждую весну и осень, двухкратно получается. Первый раз мы исследуем сериологическим методом, отбираем кровь у всех животных, начиная с 6-месячного возраста, отправляем на исследование в лабораторию Чугуевского района. Когда оттуда приходят результаты, по составу крови при повышенной лимфоцитарной формуле ставится положительный диагноз. То есть это говорит о том, что животное подозреваемое в заболевании лейкоза. У тех животных, у которых будет повышенное содержание, берется повторно кровь уже для гематологического исследования. И в данном случае, когда подтверждается такой диагноз, животное направляется на вынужденную убой, независимо от его материальной физиологической ценности. При проведении послеубойного осмотра исследуются патологоанатомические изменения, после чего принимается решение о дальнейшем назначении мяса. Если изменения уже есть, то оно направляется на утилизацию. Если нет, то такой продукт можно реализовывать. На территории Дальнегорского округа есть два неблагополучных по лейкозу хозяйства. Правилами по профилактике и ликвидации борьбы с лейкозом регламентировано, что реализация молока возможна только после проведения предварительной пастеризации молока. Это говорит о том, что перед тем, как молоко направляется на переработку, оно должно быть пастеризовано. Поэтому единственный способ на сегодняшний день профилактики в обязательном порядке, это употребление молока только после предварительного кипячения в течение 5-8 минут. То есть это достаточно недолго, это быстро прокипятили. То есть вы можете быть уверены в том, что молоко уже будет безопасно. Хочу обратить внимание еще и на следующее. Когда наши граждане приобретают молоко по знакомству в местах несанкционированной торговли, не забывайте все-таки спрашивать о наличии документа, подтверждающего того, что животное, от которого получено данное молоко, что оно клинически здорово. В документе на сегодняшний день, да уже, наверное, в течение 5 лет, мы указываем, что животное исследовано на бруцеллез такого-то числа, результат отрицательный, исследовано на лейкоз такого-то числа, результат отрицательный. Только при наличии таких документов с актуальной датой потребитель может быть уверен, что молоко получено от клинически здорового животного, корова обследована и вакцинирована. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить полную безопасность при употреблении продукта. Вот в данном случае я, может быть, бы и употребляла сырое коровье молоко, но не всегда. Потому что, если я, то я должна быть уверена, что оно получено не только от клинически здорового, да, и вакцинировано, я должна быть уверена о том, что проведена определенная санитарная обработка перед тем, как получили молоко от этой коровы, что молоко обязательно должно быть профильтровано через стерильную марлю, что оно упаковано в тару, которая не бывшая в употреблении. То есть для меня это только стеклянная банка, которая может быть предварительно обработана паром. Ни о каких бутылках, в моем случае, речи быть не может. Не все граждане, когда приобретая молоко в местах несанкционированной торговли, они могут сказать, эта бутылка была бывшая в употреблении или нет. Сегодня все граждане, которые реализуют молоко в местах несанкционированной торговли, это бутылки пластиковые. Я бы просила обращать внимание наличия контрольной гайки. То есть должен быть определенный хруст и отрыв этой контрольной гайки, когда мы откручиваем бутылку. Но все-таки, если вы берете молоко у своих знакомых, у проверенных людей, берите его в банке, которое всегда можно обработать путем стерилизации на пару, либо в электропечах. При наличии пастеризатора молоко от коров-носителей лейкоза разрешено для реализации, а также для его использования в качестве сырья. Без пастеризации такое молоко употреблению не подлежит. Поэтому заводской продукт при соблюдении технического регламента опасности не несет. Чего нельзя сказать о домашнем молоке, если продавец пренебрегает правилами. Меня сегодня больше волнует тот фактор, что у нас есть граждане, которые реализуют несанкционированное, есть граждане, которые покупают у этих людей молоко, не задумываясь. То есть вот сколько я разговаривала с гражданами, у нас есть случаи, когда приносят молоко на экспертизу. Я знаю, что граждане не занимаются реализацией молока. Сегодня у нас идут отелы. То есть с января месяца в личных пособных хозяйствах идут отелы, корова только становится коровой. Молоко разрешается в реализацию после отела не менее чем через 10 дней до этого времени. Там могут быть и маститы у коров пока становятся. Плюс холода, мы коров выпускаем, где-то застыли, где-то ударились. Есть воспалительные процессы в имени, это маститы. Приносят молоко, мы начинаем проверять, выявляется мастит. Граждане уносят молоко. Через 2 дня приходят, полечили. Все, мы вылечились, проверили. Молоко доброкачественное. Поэтому в местах несанкционированной торговли, без наличия сопроводительных документов, я никогда не рекомендую ни своим знакомым, никому приобретать молоко. То есть мы берем только те, кого мы знаем. У меня сотрудники тоже берут домашнее молоко. Они знают, кому проводят обработки, кто как проводит обработки. Они могут там проверить. Но получить информацию по телефону, допустим, у нас были случаи, когда нам звонили граждане. А вот скажите, вот такой-то, такой-то продает там-то, там-то молоко, он есть у него, он проводит обработки или нет? Я не могу предоставить такую информацию. Эту информацию должен предоставлять сам представитель, который реализует это молоко. И у него этот документ должен находиться всегда рядышком, чтобы любой покупатель, который спрашивает, он ему мог показать. Отметим, употребление молока от маститных коров может привести к пищевым отравлениям, расстройство функций желудочно-кишечного тракта, стриптококковой ангине. Девять золотых медалей завоевали дальнегорские боксеры на турнире в поселке городского типа Пластун. Подробности в сюжете. С 8 по 9 февраля в поселке городского типа Пластун проходил товарищеский турнир между хозяевами и дальнегорскими спортсменами. Клубом «Боевые перчатки». Встреча в подобном формате – первая в истории современного бокса Приморья. К ней готовились долго и основательно. Опыта проведения муниципальных соревнований у пластунцев не было. На эти соревнования мы повезли не самый наш первый состав, поехал в основном на второй состав. Ребята, которые мало выезжали, либо имели мало побед, в связи с тем, что в пластуне бокс находится на, конечно, низком уровне, так как они очень долго его не развивали. Но я надеюсь, что с этих соревнований у них пойдет хорошая тенденция и соревнования будут идти только у них в гору. В составе дальнегорской команды 16 боксеров. Они одержали 9 побед. Каждый провел по одному поединку. Последний бой между титулованным дальнегорцем Андреем Окуневым и самым перспективным пластунцем Владиславом Вершовым прошел без объявления победителя. Однако и организаторами, и болельщиками был признан самым зрелищным. Впредь будут соревнования устраивать намного чаще, так как нам как раз этого не хватает в связи с тем, что мы отдаленный район. И им, и нам это очень-очень выгодно. И тем самым мы будем подтягивать наши вторые и третьи резервы и повышать общий уровень нашей секции. В следующий раз, я надеюсь, Патриот тоже поедет, но спортивная школа Гранит. Но в этот раз ездила только спортивная школа «Лотос». И в следующий раз, я думаю, поедем обеими школами и будет еще поинтереснее. Сделаем пару дней турниров вместо одного. Среди дальнегорских победителей – Митрий Сильченко, Матвей Сопрунов, Никита Пачкай, Георгий Попиков, Богдан Колпаков, Юрий Сацков, Макар Кофлер, Кирилл Дианов и Иван Синельников, который к тому же получил приз за лучшую технику. Мой противник, он на меня летел с ударами, а я на технике уклонялся и отдавал ему по печени. Я занимаюсь боксом больше двух лет. Но я помимо этого соревнования ездила еще на Дети Севера и в Арсеньев. И еще за призы Деда Мороза были соревнования. За призы Деда Мороза на соревнованиях я выиграл, тоже получил золотую медаль за первое место. А на Дети Севера и в Арсеньеве я, к сожалению, не проиграл. Но я буду заниматься боксом до окончания школы, то есть до 17 лет. Всегда, когда ты побеждаешь на соревнованиях, у тебя как бы появляется эта уверенность, тебе хочется еще и еще и еще. Юрий Сацков занимается боксом около полутора лет. До этого принимал участие в новогоднем турнире на призы Деда Мороза, где занял второе место. Золотая медаль – первая в активе начинающего боксера. Мы боксировали по одному сопернику и я выиграл. Выиграл, потому что руки держал, бороды и соперник не очень хорошо работал. Ты доволен своим результатом? Да, я хотел поблагодарить тренеров Алексея Александровича, Алексея Дмитриевича и Олега Алексеевича. Чрезмерная осторожность в поединке не позволила Семену Гетману взять первое золото в спортивной карьере. Два раунда много уклонялся от ударов оппонента. В третьем попытался переломить ситуацию. Но для победы этого оказалось недостаточно. Итог – серебро. Ты расстроился у меня результатом? Нет. Не очень. Ты ранее принимал участие в соревнованиях? Ну да, еще в двух. Расскажи, а в соревнованиях, в результатах, в два? Я ездила на два соревнования, а детища играли. Ну и в тех соревнованиях я тоже проиграла. И это первая моя медаль. Ну и расскажи о ближайших планах. Может быть, у тебя есть какая-то главная цель в спорте? Ну я не знаю. Хотела бы стать массивом спорта, но я боксирую для себя. Андрей Каеров, напротив, по словам тренеров, сделал недостаточно у воротов, что не позволило ему одержать победу. В третьем раунде ошибки учел, но очков для золота не хватило. В бостоне соревнования были только один раз. То есть один человек только один раз сражался. Ну я дрался только до этого, только на новогодних соревнованиях. Ну там я тоже проиграл, но соревнования. Ну немного с отрывом голосовали на моего противника. Два, на меня один. Ну и мой противник, не знаю, ну и у него было преимущество, мне кажется, потому что он был выше меня. Не знаю, даже большие не поставили свыше, чем я. На голову плюс меньше выше был. Ну и еще я, наверное, проиграл, потому что я пытаюсь у себя целиться именно в голову, а мне это было по привычке. А мне это было просто неудобно, потому что голова была высока, и я просто не мог нормально попадать. И мне было бы бить по корпусу, но я привычки, как я сказала, уже била по голове. Георгий Попиков, сын известного тренера, воспитавшего не одно поколение именитых и успешных боксеров Дальнегорска. Достойный преемник славных спортивных традиций. К турниру готовился по наставлениям тренеров своего клуба и отца. Оказался на голову сильнее оппонента. Мой противник был, он пониже меня. Я понял, как с ним боксировать в первом раунте. Я его не жалела и всегда все время забивала в угол, давала ему выходить. Из-за этого в втором раунде я ему разбил нос и я выиграл. Можно поддержание? Он поднял тактику своего противника. У нас была тренировка перед соревнованиями, и он там поднял тактику своего противника. Победа в Пластуне стала долгожданной для Макара Кофлера. Он собил взять волю в кулак и сломить сопротивление соперника напором. На прошлых турнирах до золота не дотягивал совсем немного. Он был ничем не хуже меня. Я выиграл тем, что я был вынослив. Это моя первая была победа. В Пластуне мы ездили первый раз за всю историю нашего бокса. Я провел пять боев и одна победа. Я доволен своей победой. У меня сложилось мнение, что надо поработать ударами. В ближайших планах больше побеждать, больше соревноваться. Больше скорее тренироваться, чтобы потом легче было в соревнованиях. Несмотря на уверенную победу, Богдан Колпаков своим результатом не вполне доволен. Не сумел реализовать тактические указания тренера. Задание тренера было работать на тактику, а я все время вперед валился. И я мог бы намного лучше. Мне надо больше проваливать своего соперника. И не валиться на него. И бить правильные удары. Хорошо. Как давно занимаешься боксом? Я занимаюсь три года. Вот это четвертый. Сколько соревнований принимал участие? Какие были результаты? Я принимал участие в шести соревнованиях и победил только двух. Хорошо. А прошлой победой был доволен? Это так вторая же? Да. Прошлой победой я был доволен. В ближайших планах боевых перчаток – турнир класса Б всероссийского уровня «Большом камне». Дальнегорск представит порядка 15 спортсменов. 14 февраля во Дворце культуры и химиков состоялся пятый этап интеллектуальных игр «Морская лига». Подробности о мероприятии расскажем далее. «Морская лига интеллектуальных игр» – турнир. Турнир проводится в формате телевизионной программы «Что, где, когда» для школьников и студентов Дальнего Востока. Организатором турнира является Приморское отделение Российского союза молодежи в сотрудничестве с интеллектуальным клубом «Осминог». 14 февраля дальнегорские школьники объединились в восемь команд, чтобы проявить себя в интеллектуальном состязании. «Сегодня участвуют восемь команд. В каждой команде от четырех до шести человек. Также у них группа поддержки, которых поддержат вопросы. Их, как всегда, очень интересные и интригующие ждут. Ребята прекрасно справляются, отвечают на вопросы, улучшают свои результаты». Лига состоит из шести отборочных этапов. Продолжат борьбу семь команд из школ номер 1, 2, 5, 8, 21 и сборная команда. Победители отборочных этапов встретятся в финале весной 2020 года на чемпионате Дальнего Востока. «Следующий вопрос. Персонаж Ромена Гори по имени Исаак занимался астрологией. Украшения в виде этого, которое он носил на шее, часто принимали за астрологический символ. Какое имя входит в название этого? Пожалуйста, будьте так любезны». «Так, еще какие есть у команды Тимофея?» «Давид. Звезда Давида, Исаак Исаак». «Так, ну более чем исчерпывающий ответ. Давид, правильный ответ. Как можно догадаться, Исаак был евреем, а это звезда Давида, которая указывала на его происхождение». Шестой этап интеллектуальных игр «Морская лига» состоится 13 марта, в котором и определится победитель. Конкурс чтецов в рамках военно-патриотического месячника состоялся в школе номер 25. Стихотворения, выбранные участниками, были посвящены Великой Отечественной войне. Подробности расскажем в сюжете. Все мероприятия месячника по военно-патриотическому воспитанию в 25-й школе в этом году посвящены главной дате – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурс чтецов традиционный, но очень ответственный. Участники – ребята 7-9 классов готовятся к нему задолго. Самостоятельно выбирают произведение, утверждают его с классным руководителем, репетируют. В конкурсе приняли участие 8 учеников. Весь под ногами шар земной. Живу, дышу, пою, но в памяти всегда со мной погибшие в бою. Пусть всех имен не назову. Нет, кровные родни. Не потому ли я живу, что умерли они? Была б кощунственно моя тоскливая строка. О том, что вот старею я, что может смерть близка. Я мог давно не жить уже. В бою под свист и вой, мог пасть в соленом сиваше или где-то по дуфуле. Но там упал ровесник мой. Когда б не он, как знать, вернулся, либо и я домой обнять старуху мать. Выбежала девочка из дома, маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки знакома весело блестели вдалеке. Куклу на салазках покатала. С черной собачкой у ворот долго поребячила-потала. Рукавички ей совала в рот. Бегала то к дому, то к сараю. И шептала, прячась за крыльцом. Я с тобой, собачка, не играю. Ты чего скриняешь мне лицо? То было по тропке возле дома. Щечки на морозе расцвели. Вдруг, хрустя по снегу незнакомо, Злые люди к дому подошли. Вытащили все, что в доме было. Даже карандашик и тетрадь. Ту, в которой девочка любила Ласточек для мамы рисовать. Вынесли подушки и корзины, Сверток детских трусиков цветных. И такие были образины, Лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, Снимки, что в альбомах берегли. И потом зажженную солому Равнодушно к двери поднесли. Зазвенели выбитые рамы, Полыхнуло пламя через край. И раздался хриплый голос мамы. Доченька, любимая, прощай. Перед жюри стоял непростой выбор. При прослушивании учитывались различные критерии. Знание текста, выразительность чтения, Четкая передача мыслей автора, Эмоциональность, использование мимики и жестов. Многие участники конкурса уже опытные чтецы. И их исполнение не оставило равнодушным ни одного слушателя. Можно не слушать народных сказаний, Не верить газетным столбцам, Но я это видел своими глазами. Понимаете? Видел сам. Вот тут дорога, А там вон с горе. Между ними вот эта кровь. Из этого рва поднимается горе. Горе без берегов. Нет, об этом нельзя словами. Тут нужно рычать, рыдать. Семь тысяч застреленных мерзлой яме, Заржавленной, как руда. Кто эти люди? Бойцы? Нисколько. Может быть, партизаны? Нет. Вот лежит лопоухий колька. Ему одиннадцать лет. Тут вся родня его. Хутор веселый. Весь самострой. Сто двадцать дворов. Ближние станции, Ближние села. Все, как заложники, Брошены в ров. Минута молчания. И слов не найти. Минута молчания Из самой груди, Из самого сердца Сорвется и крик. Молчание повиснет. Минута. Лишь миг. А память, Прорвавшись сквозь стены камней, Опять унесется В один из тех дней, Когда на осколки Рвалась тишина. Когда громыхала По миру война, Давила, стреляла, Взрывала и жгла, Беду в треугольничках Белых несла. Кто без вести камня, А кто-то убит. И в братской могиле Теперь он лежит. Серые камни, Словно скала, Молитвы печальные Слышу, Слова о том, Что теперь ждет их Вечный покой. И буквы стальные Я глажу рукой. И камень, Холодный, Бездушный, Немой, Он вдруг оживает Незримой волной Беяния сотен И сотен сердец Он был чей-то сын Или чей-то отец. История Великой Отечественной войны Всегда будет находить Отклик в сердцах людей. Произведения о войне Помогают школьникам Представить и осознать Ужас трагических событий, Которые пришлось пережить Свидетелям того страшного времени. Они с детьми погнали матерей И яму их заставили. А сами Они стояли Кучка дикарей И хриплыми смеялись голосами. У края бездны Выстроили в ряд Бессильных женщин Худеньких ребят Пришел хмельной майор И медными глазами Окинул обреченных. Мутный дождь Гудел в листве Соседних рощ И на полях Одетых неглою И тучи опустились Над землею Друг друга С бешенством гоня. Нет Этого я не забуду дня Я не забуду никогда Во веки Я видел Плакали Как дети реки И в ярости Рыдала Мать земля Своими Видел я Глазами Как солнце Скорбное Омытое Слезами Сквозь тучу Вышло На поля В последний раз Детей Поцеловало В последний раз Шумел Осенний лес Казалось Что сейчас Он обезумел Гневно Гушевал Его листва Сгущалась Мгла Вокруг Я слышал Мощный дуб Свалился Вдруг Он падал Издавая Сдох Тяжелый Детей Внезапно Охватил Испуг Подъезжаясь К матерям Цепляясь За подолы И в выстрелах Раздался Резкий звук Был трудный бой Все нынче Как с просон И только Не могу Себе Простить Из тысяч Лиц Узнав Мой мальчонку А как зовут Забыл Воспусти Шел бой За улицу Огонь Рога Был страшен Мы продвигались К площади Вперед А он Гвоздик Не возглянулся С башен А черт его поймет Откуда бьет Вдруг В машине Подбежал парниш Я знаю Где их пушка Я разведал А дайте я поеду На танке С вами Прямо Приведу Что ж Бой не ждет Лезай сюда Дружище И вот Мы катим К месту Четвером Стоит Парнишка Мины Пули Свищут И только Рубашонка Пузырем Подъехали Вот здесь И с разворота Заходим в тыл И полный газ Даем И эту пушку Заодно С расчетом Умяли в рыхлый Жирный чернозем Я вытер пот Душила Гарри Копоть От дома К дому Шел большой пожар И помню Я сказал Спасибо Хлопец И руку Как товарищ Пожалуй Во время Подведения Итогов Конкурса Перед участниками Выступил Школьный Ансамбль Семен Климов Семен Дорошенков Кристина Денисова И Юлия Петрова Исполнили Песню Виктора Цоя Кукушка Которая Стала Синглом К фильму Битва За Севастополь Песня Еще Время Ты Сами Сколько Скажи Пукушка Домой В городе Семен Домой Семен Битва Su Семен 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 Исм Семен Все Идем У Домой Дипломы участников получили Елизавета Степанова, Ульяна Шиянова и Анастасия Курпас. Третье место в конкурсе чтецов занял Руслан Кравцов. Второе место разделили Полина Мыльникова и Екатерина Кузнецова. Первое также досталось двум участницам – Кристине Денисовой и Валерии Сыроватской. А сейчас коротко о том, что нас ожидает за окном 19 февраля. 19 февраля за окном будет пасмурно. Температура воздуха ночью – минус 14 градусов, днем – минус 6. Ветер северо-западный – 4 до 9 метров в секунду, порывами – до 11 метров. Атмосферное давление – 734 мм ртутного столба. Осадков не ожидается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Субтитры создавал DimaTorzok